ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР МИР ВАМ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БАРУХАШЕМ Благословенное имя Господа Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Дорогая моя Синтия Марджери, ты знаешь, что к нам приближается праздник Песох. Возможно, некоторые из наших зрителей не знают, что Песох или Пасха — это старейший праздник в мире. Еврейский народ вот уже три с половиной тысячи лет каждый год отмечает этот праздник. Мы помещаем на наши двери мизузу, внутри которой есть частичка торы. И она напоминает нам о том, как Бог освободил нас, евреев, из Египта. Он сделал это сильной рукой. Дорогая, расскажи нам, что для тебя означает этот праздник, какие чувства он вызывает у тебя. Я люблю эти назначенные дни, потому что они заставляют меня задуматься о Нем. А еще на каждый праздник Пасхи Он говорит к нам, и это всегда что-то новое. Он открывает нам что-то новое о Себе и о том обеспечении, которое Он нам дает в Иешуа. Он — наш жертвенный Агнец, который проложил нам путь к Отцу. Когда мы начинаем разбираться во всех деталях Пасхи, это так глубоко и сразу же оживает пророческое значение всех символов. И я с нетерпением жду сегодняшнего послания, потому что я знаю, что Бог Отец будет говорить к нам. Шалом, возлюбленные, Баруха Шэм. Благословенное имя Господа. Сейчас мы входим в один из самых святых периодов года согласно Божьему календарю. Это праздник опресноков или Пасхи. Многие верующие не понимают всю важность этого времени, а все потому, что многие отцы церкви продвигали антисемитскую теологию. То есть, многие отцы церкви пытались убрать любые следы иудаизма из веры в Иисуса. Как это прискорбно, ведь Иисус — это еврейский мессия и царь евреев. Приведу вам один пример. В Деяниях Святых Апостолов, 12 главе, 4 стихе, мы читаем о том, что происходило с учениками Иисуса, когда они шли по всему миру и проповедовали Евангелие. Это настолько удивительно, что я хочу прочесть вам несколько стихов, чтобы вы прочувствовали всю ту драму от происходящего в жизнях апостолов Иисуса, когда они проповедовали Евангелие. Вот только послушайте Слово Божие. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Видя же, что это приятно иудеям, речь идет не обо всех евреях, а о религиозных лидерах иудеи. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были Дни Опресноков. Это как раз тот период, о котором мы говорим сегодня. Итак, Ирод убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Это первое убийство апостолов за проповедь веры в Иешуа. А когда Ирод увидел, что арест Иакова порадовал религиозных лидеров иудеи, он продолжил гонение. И четвертый стих говорит нам вот что. «И задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Этим отрывком я хотел показать вам не только накал страстей, когда Евангелие начала распространяться по земле, но если посмотреть на этот отрывок в одном из древних переводов, например, короля Иакова, то в этом же стихе сказано не «Пасха», а «Великий день», что не имеет ничего общего с текстом в оригинале. В оригинале сказано именно «Пасха». Так сказано в том переводе, который я читаю. Есть много хороших переводов Библии. Я не хочу сказать, что какой-то перевод хуже или лучше. Я лишь хочу сказать, что перевод короля Иакова — это один из самых старых переводов Библии. Люди все еще пользуются им, и он прекрасно написан. Но на этот перевод повлияла теология того времени, когда он был написан. А та теология была весьма антисемитской. И для того, чтобы убрать все еврейские упоминания из веры в Иисуса, они заменили слово «Пасха» или «Песох» на «Великий день», хотя между ними нет ничего общего. Если хотите проверить то, что я говорю, то после программы можете зайти на сайт, название которого — BibleGateway.com. Просто введите в поиске «Деяния», 12 глава, 4 стих, и вы сможете увидеть этот стих в разных переводах. Просмотрев разные переводы, вы увидите, что в переводе короля Иакова не стоит слово «Пасха». На самом деле, «Великий день» или «Истер» — это языческий праздник, который сделали христианским в 4 веке. Поэтому это название не имеет никакого отношения к библейскому празднику. Я говорю об этом, чтобы показать вам, насколько церковь была отсоединена от понимания всей важности Пасхи. Если помните, то когда Иисус впервые открылся как Мессия, он пришел к реке Иордан, чтобы креститься у Иоанна Крестителя. После этого Иоанн показывает на него и говорит, «Вот Агнец Божий». Мы об этом не задумываемся, потому что мы это уже слышали. Но если бы мы были там тогда, в первом веке, мы бы задумались, а почему это Иоанн, показав на Иисуса, назвал его Агнецем Божьим? Мы бы спросили себя, «А что же это вообще означает?» Что пытался сказать Иоанн, когда представлял Иисуса миру как Агнца, и не просто Агнца, но Агнца Божьего? Может, Иоанн хотел сказать, что Иисус такой милый, мягкий и теплый, как плед из овечей шерсти? Конечно же нет. Иоанн не пытался сказать, что Иисус был теплым и пушистым, как ягненок. Напомню вам, что Иоанн был еврейским пророком, и он указывал еврейскому народу на Пасху. Скажите, а как израильтяне вышли из Египта? Благодаря крови пасхального Агнца. Вы все это знаете и помните. Например, в Откровении 5 главе мы читаем, что перед тем, как начать суд последнего времени на земле, перед вторым пришествием Иешуа в мир, появился свиток, который нужно было открыть, чтобы начались суды, предшествующие возвращению Мессии. И там написано, что не было никого достойного открыть этот свиток с наказанием, чтобы приготовить путь для возвращения Мессии. Ангелы обыскали всю землю, но не нашли никого, кто был бы достоин открыть этот свиток. Они искали среди всех великих людей в истории человечества, Александра Македонского, императора Нерона, великих президентов, даже матери Терезы, но никто не был достоин открыть этот свиток. Они искали в прошлом, настоящем и будущем, но не могли найти никого в истории человечества, кто был бы достоин открыть этот свиток. Затем они искали в море и в космосе, но снова не нашли никого. Никто не был достоин. Писание говорит, что Иоанн начал плакать, потому что никто не мог открыть свиток. Но затем, внезапно, вперед вышел Агнец Божий, Иешуа Хамашиах, и все начали кричать, смотрите, это Агнец Божий, который был заклан еще до основания мира. Иешуа, Иисус, Мессия, только Он достоин открыть свиток. Как они назвали Иисусом? Агнец. Откуда взят этот термин? Из праздника Пасхи. Вот почему Иисус был распят на Пасху. Это не была случайность. Он был распят на Пасху ради нас с вами. Как Израиль был освобожден кровью Пасхального Агнца три с половиной тысячи лет назад, так и сегодня. Кровь Иисуса, Агнца Божьего, дает свободу каждому, кто призывает Иисуса и отдает ему свою жизнь. Пасха — это событие для вас. А вот почему во время Последней вечери Иисуса с учениками — а я напомню, это был пасхальный ужин — он взял чашу, поднял ее и сказал, «Это моя кровь, за вас проливаемая в прощение грехов». Кровь Агнца спасла древних евреев, а кровь Агнца Божьего Иисуса спасает нас сегодня. Иисус — это Агнец Божий. Иешуа сказал сам, «Если не будете есть Мою плод, древнему Израилю нужно было съесть пасхального Агнца, когда они были в Египте, а затем помазать косяки дверей кровью, чтобы быть спасенными». Поэтому Иешуа, наш Мессия, сказал, «Если вы не будете есть Мою плод и пить Мою кровь, то вы не можете быть с Моими учениками. Без Моей крови, без Моей плоти вы не имеете счастья во Мне». Я хочу, чтобы выше только те что вы получили это наделение, и чтобы все остальное отодвигать на задний план, даже если вам это чего-то стоит. Sometimes in order to enter into the supernatural, we need to act. Motion changes the spiritual atmosphere. If that's you tonight, I want to ask you just to come. Я хочу, чтобы вы вышли. Come to the waters. Приходите к водам. Come to the waters, says the Lord. Shallow. 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 Итак, Пасха невероятно важна для каждого верующего. Кстати, когда мы с вами принимаем причастие, мы вкушаем или принимаем Пасху. А вот почему Писание говорит, что когда вы празднуете Пасху, вы должны делать это в воспоминание об Ишуа. Павел тоже писал, «Когда делаете это, делайте в память о нем». Каждый раз, принимая причастие, вы принимаете участие в Пасхе. Мы принимаем участие в получении свободы через Агнца Божьего и Шуаха Машиаха, Спасителя мира. А сейчас я хотел бы немного сменить наш фокус и помочь вам понять Книгу Откровения через призму Пасхи. Мы уже выяснили, что Иисус это исполнение Пасхи и впервые Он был представлен миру как Агнец Божий. Он даже сейчас сидит на небе как Агнец. Мы записаны в книге жизни Агнца. Он Агнец. Итак, это мы уже установили, а теперь я хочу сказать, что в книге Откровения у Иешуа несколько титулов. Он назван потомком Давида, яркой утренней звездой, а также и другими именами. Но чаще всего в книге Откровения последние книги Библии Иисуса называют Агнцем. Точнее, там он назван Агнцем 29 раз. Подумайте, 29 раз. Это очень много. Другие имена упоминаются дважды или даже единожды, но Агнцем Иешуа назван 29 раз. И это неспроста. О чем это должно говорить всем нам? Чтобы правильно толковать книгу Откровения, нам нужно толковать ее в свете Первой Пасхи, которую древние евреи отмечали 3,5 тысячи лет назад, когда народ Израиля был искуплен кровью Агнцем. За все эти годы было много толкований, но для меня единственно правильный подход к пониманию книги Откровения, это когда мы понимаем ее через пасхального Агнца и через призму еврейских пророков, потому что в книге Откровения Иисус это Агнец, и этот термин взят из Пасхи. Поэтому глядя на книгу Откровения через призму Пасхи, мы находим следующие факты. Во-первых, фараон в Древнем Египте был символом сатаны из книги Откровения. Если помните, то в книге Исход фараон угнетал и убивал евреев. Так же и сегодня сатана угнетает, крадет, убивает и разрушает. Израиль был в Египте, и этот народ это прообраз церкви, а Египет это прообраз мира. Итак, церковь сейчас в мире. Это очень похоже на то, как израилетяне находились в Египте. Фараон угнетал евреев, как и сатана угнетает весь мир. Каким же образом иудеям удалось спастись благодаря крови Агнца. Так и мы с вами сегодня спасаемся кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Когда мы берем кровь Агнца, едим его плоть и пьем его кровь, так как нам велел Иешуа, когда мы принимаем пасхального Агнца в нашу жизнь, то тут же на все сто процентов получаем спасение во имя Иешуа. Вначале это спасение и освобождение лишь узаконенное. А потом, когда мы начинаем жить с Богом и распространять Евангелие, оно становится тем, что мы пережили на личном опыте. Кстати, если изучить 10 кар, которые Бог навел на Египет три с половиной тысячи лет назад, перед тем, как вывести евреев из Египта, то они почти полностью идентичны с карами, которые придут на весь мир в конце времен перед конечным спасением Божьего народа. Приведу пример. Например, в книге Откровения мы читаем, что реки превратятся в кровь. Так же было и в Древнем Египте. Еще мы читаем, что люди покрылись язвами и ранами, как это было и в Древнем Египте. Это Откровение 16 глава, 2 стих и также 4 стих. В Древнем Египте падал гигантский град. Так же будет и в последнее время, о чем написано в 16 главе 21 стихе. Любопытно, что в Древнем Египте одной из кар были лягушки, и мы видим, что в последнее время на земле будет происходить то же самое. Об этом написано в 16 главе, 13 и 14 стихах. Я мог бы перечислять все другие египетские кары, которые снова повторяются в конце времен. Итак, Пасха — это призма, через которую мы толкуем Книгу Откровения. Еще раз напомню, фараон — это прообраз сатаны, Египет — это прообраз мира, Израиль — это прообраз церкви. Пасхальный Агнец, закланный три с половиной тысячи лет назад — это прообраз Иешуаха-Машеаха, Агнца Божьего. Ну, а теперь пойдем еще дальше. За все эти годы в цели Христа было много версий о том, когда церковь будет восхищена из этого мира. Восхищена означает забрана. Писание говорит нам, что Иешуа спустится с небес. И в этот момент мертвые во Христе воскреснут, а те, кто будет жив, встретятся с ним в воздухе. Это называется восхищение церкви. Многие проповедники учат, что восхищение церкви начнется, как только начнутся Божьи суды на земле. Но у меня вопрос, где были израилетяне, когда Бог насылал кары на Египет. Евреи были в Египте, когда падал град, когда было нашествие лягушек и саранчи, когда реки превратились в кровь. Где были израилетяне? В Египте. Они были под защитой в земле Гошен, а при этом они ощущали на себе все последствия этих кар. Но обратите внимание, что во время всех десяти кар израилетяне находились в Египте. Только когда море разделилось и израилетяне благополучно добрались на другой берег, армия фараона утонула, когда пыталась догнать их. Тоже остается правдой и сегодня. Я считаю, что мы с вами будем в мире в то время, когда на землю придут Божьи и суды. Но прямо перед тем, как на землю изольется последний Божий гнев, который в книге Откровения назван семью чашами гнева, церковь будет восхищена из мира, как и евреи были освобождены благодаря разделившемуся морю, прямо перед тем, как Бог излил свой последний гнев на египтян. Как же восхитительно понимать, еврейские корни нашей веры? Не думаю, что можно до конца понять Новый Завет без толкования Танаха или Ветхого Завета. Спасибо за то, что принимаете мое служение. Спасибо за то, что принимаете тот факт, который Иешуа сказал женщине у колодца, спасение от иудеев. Мы с вами продолжим изучать еврейские корни нашей веры. Итак, мы будем иметь более ясное понимание Нового Завета. С вами был Равин Керт Шнайдер. Я хочу сказать вам от имени Бога. Он любит вас, я люблю вас. И пусть Бог продолжает изливать полноту своих благословений на вашу жизнь за то, что вы ставите его на первое место в вашей жизни. Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам. Отец, я молюсь за моих дорогих друзей. Благослови их обильно. Я знаю, что ты будешь это делать, если их взгляд будет сфокусирован на тебе. Отец, мы прославляем тебя. Мы любим тебя. Баруха Шем. Благословенное имя Господне. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Иисус. Мы всецело поклоняемся тебе и славим тебя, приближаясь к сезону празднования Песаха. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит Иисус. Моисею и Асим Леха Шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь призрит лицом своим на вас и будет милости к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск назывался «Пасха и последнее время». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, то зайдите на наш веб-сайт или позвоните по номеру, который вы видите на экране. Смелое вдохновляющее. Простое и ясное толкование. Книга Равина Кёрта Шнайдера «Книга Откровения Раскодирована». В ней объединены более 40 лет опыта и изучения Ветхого и Нового Заветов. Отправляйтесь в захватывающее и интригующее путешествие для каждого верующего. Вашими гидами выступят еврейские пророки. Откройте древние загадки и тайн. Найдите ключи, которые повлияют на вашу жизнь уже сегодня. Примите это благословение. Книга «Откровения Раскодирована». Заказывайте свой экземпляр уже сегодня. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 4-5-3-7-ки. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровения сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».